Рассмотрим, как подключить робот-пылесос Vacuum Cleaner T1 к телефону. Для управления пылесосом с помощью мобильного приложения нужно загрузить приложение Lenovo Cleaner T1 в Google Play. После установки необходимо зарегистрироваться и создать аккаунт. Жмем «Подписаться» и выбираем страну. В поле «Аккаунт» вводим адрес электронной почты и придумываем пароль к аккаунту. Жмем «Код» и заходим в почтовый ящик, чтобы узнать код подтверждения. После ввода кода ставим птичку об ознакомлении с политикой конфиденциальности и жмем «Подписаться». На этой страничке соглашаемся с доступом приложения к нашему устройству. Далее жмем «Плюсик», чтобы добавить устройство. Выбираем наш пылесос. Подключение к сети. Жмем «Приложение далее». Включаем GPS. Включаем пылесос и зажимаем кнопку «Зарядка» и кнопку «Частичная уборка» более 3 секунд. Wi-Fi сброшен. После этого пылесос переходит в состояние подключения сети. Убедитесь, что мобильный телефон подключен к Wi-Fi. Вводим пароль от нашего Wi-Fi. В следующем окне появляется наше устройство. Жмем «Далее» и ждем подключения пылесоса. Готовим наше помещение к уборке. Убираем носки, провода, бумажки, шнурки. Устанавливаем вручную пылесос на базу и в приложении жмем «Общая уборка». Пылесос начинает уборку. Вначале он двигается вдоль стен, отстраивая карту помещения. Вы же в это время можете поваляться на диване и помедитировать. После окончания уборки пылесос отправляется на зарядную станцию. О чем вам обязательно сообщает. Для влажной уборки заполняем емкость водой, крепим салфетку и подсоединяем емкость к пылесосу. Продолжение следует... В приложении выбираем режим влажной уборки и жмем «Уборка по всей карте». Ознакомимся более подробно с приложением. Сверху выводится используемое устройство и операция, которая выполняется. В правом верхнем углу есть колокольчик. Нажимаем на него и попадаем в журнал событий. В меню «Управление вентилятором» выбираем режим работы пылесоса. Влажная уборка, минимальная мощность пылесоса, средняя, максимальная. Обычно устанавливается на среднюю мощность. При уборке ковров пылесос автоматически повышает мощность пылесоса. На мониторе есть возможность выбора режима уборки. Полная либо по зонам. Жмем «Уборка зоны» и приступаем к настройке зон. Жмем «Настрой» новую зону. Даем ей имя и выбираем качество уборки. Обычная, двойная уборка или запретная зона. Далее на карте с помощью маркеров выделяем необходимую площадь. Справа вверху есть кнопка «Сохранить». Для того, чтобы выделить другую зону, операции повторяем. В расширенном меню, кроме установки зон, можно записать периодичность уборки. Жмем «План уборки» и задаем время и область уборки. Например, нам надо, чтобы спальня убиралась через день. В меню «Мои роботы» выбирается управление разными устройствами. Если у вас их несколько. В меню «Настройка подсветки» можно отрегулировать уровень звука пылесоса и включить либо отключить подсветку кнопок в пылесосе. В «Истории уборки» можно посмотреть выполнение заданий по уборке, если пылесос убирал ваше отсутствие. Можно удалить существующую карту. В обслуживании высвечивается ресурс запчастей пылесоса и выполняется сброс в случае замены. В меню «Мой аккаунт» можно поменять пароль. Если войти в меню «Управление», то можно пылесосом управлять в ручном режиме с помощью телефонного джойстика. «Инструкция по пользованию» есть только на английском языке. Некоторая информация есть под меню «Часто задаваемые вопросы». С помощью раздела «Устранение неисправностей» можно устранить некоторые неисправности. Если помещение большое и ваше устройство потерялось, то жмем «Найти робота». В общих настройках можно обновить приложение или прошивку. Измените язык приложения или аудиопакет пылесоса. Функция улавливания пыли используется в пылесосе «Про» с функцией самоочистки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.